А я сидел и любовался. Какое прекрасное лицо. Во-первых, кожа белая, седые мягкие волосы, чудные борода, какая форма лица, и самое главное, какое сияние из глаз, какое счастье. Вот любому из нас, кто когда-нибудь хоть немного столкнулся с отцом Александром, какое счастье послал Господь встретить на своем пути, пусть ненадолго, пусть, может быть, не очень близко, но встретить такой светоч, подлинный светоч мыслей, верой, я бы сказал, человеческой красоты. Вот я смотрел на это с благодарностью тому, кто сделал и предоставил этот фильм, «Любовался, и этот свет унесу с собой». Конечно, не может этот вечер не быть окрашен скорбью, потому что сколько времени прошло, но примириться с тем, что случилось, невозможно с этим подлым преступлением, с этим кошмарным убийством. Но так меняются времена, что если в тот момент, когда мы там все стояли в гробу в новой деревне, или даже еще до гроба, когда каждый из нас услышал эту весть, и мы помчались туда, в ограде храма, где служил отец Александр, и если тогда это казалось какой-то чудовищной, несправедливой случайностью, то сегодня, вот старикам таким, как я, это кажется абсолютно закономерным. Закономерным, потому что то, что произошло за эти годы, казалось бы, христианская церковь вышла из подполья и должна была бы расцвести на просторах этой страны необъятностью, которой хватается каждый дебил. Значит, а что вышло? Всего два или три года назад мне пришлось разговаривать с одним довольно высоко расположенным иерархом нашей церкви. И когда я сказал, вот вы там ездите на экономические встречи или конгрессы, а сам еще недавно ездили, а у меня такое ощущение, что церкви в целом коммунисты ближе, чем католики. На что этот человек без тени сомнений сказал мне, конечно, а как же, коммунисты, это наши сограждане, это русские, а католики и разойдутся речь. Я анимел, понимаете? Если христиане любого исповедания, католики или протестанты, если они дальше враждебнее, чем коммунисты, то в этот храм я не пойду, меня туда Господь не пустит, понимаете? То есть, конечно, это громко сказано, каждый из нас, кто нуждается в этом посещении храма, зайдет и помолится, но будем помнить о том, что им коммунисты ближе. Вот поэтому, понимаете, мы же, надо сказать, преступление, это страшное убийство, и по сей день, мы же понимаем, что у них ни случайно, ни раскрыто. Ах, ну ведь, сказал Христос, что все тайное становится ясным, и все равно станет ясным. Никуда они не денутся. Ну мы-то с вами, духовные дети отца Александра, догадываемся, и спокойно, можем назвать адреса, откуда исходила эта, к сожалению, осуществившаяся угроза. Конечно, отец Александра им ни в селу, ни в город не вписывается в этот ихний храм, в котором коммунисты ближе. Ведь, к счастью, конечно, этим не исчерпывается православная церковь, тем священникам, о которых я рассказал. Слава Богу, много трудится у ней настоящих попов, настоящих священников, которым нормально совершенно принести на покаяние собственную душу и получить благословение. Но не они и правят этим храмом. Правят другие. Отец Александр, ну, чтобы долго не занимать ваше внимание, ну вот три вещи, которые нельзя не назвать. Понимаете, вот я, бывший пионер и комсомолец, значит, с трудом прибрел порог храма, но встать на колени, положить земной поклон психологически нашему брату, бывшему комсомольцу, очень трудно. И, ну, к счастью, умные люди, в частности, уже покойный, замечательный писатель Марк Поповский, к которому принадлежит, по-моему, первая книга о архиепископе Луке, о великом хирурге и священнике воина Есенецке, он мне помог встретиться с отцом Александром. И встреча с этим человеком, конечно же, облегчила. Это несказанно облегчило, потому что отец Александр был настоящий воин Христов. Он был действительно влюблен в Христа, но он воевал за них, он был искренне, лично счастлив каждому дураку, который отважился переступить порог храма. И одним из этих дураков был я. Спасибо.